так надеюсь вам будет хорошо видно опять сегодня пасмурно вчера было солнышко вчера было идеальное освещение но как всегда видео не получается значит что я купила первую очередь это нитки мулине дмс на один из моих проектов от ланарты это очень-очень старенький раритетный ланаты могли бить в магазине я хочу такую же вышить но так как набор сейчас просто нереально купить и даже если будет продажа будет стоить безумных денег и так первую очередь я приобрела нитки дмс и нитки модера ведь и сколько их много это две пучки на мои новые процессы один из них будет золотое руно я буду вышивать остатками это нитки на всякий случай чтобы мне пригодились и нитки дмс нам один из проектов который раритет раритетнейший если даже мне и удастся найти что-то в продаже подобное будет стоить просто безумные деньги я не готова такие давать за старенький наборчик поэтому буду вышивать подбором это все с ниточками это все остальное у меня это набор и набор и наборы также будет еще подарок итак смотрите от лука с мне почему-то удобно что лука с это на самом деле про на лукас не знаю зачем они чуточку поставили пред с но так уж мне удобно говорить лука с б-488 номер этого набора бы это имеется ввиду что в крестике и этот букет он есть у разных производителей вы тоже могли видеть его в магазине я обязательно оставлю ссылочку смотрите его выше там уже я не могла устоять мне очень очень нравится эти розы я так как любительница цветов вышивки их люблю не менее знаю точно что он есть еще устой по-моему golden kite и еще где-то я видела не помню но у меня к вам вопрос те кто вышивал подобные наборы я планирую уменьшить каун так как да мне конечно хотелось бы вышить его многоцветки но у меня другие планы на данные производители я не смогу просто все все сюжеты вышить многоцветках потому что это довольно таки долгий процесс у кого-то это на года затянуты я решила что стен естественно у нас у всех мало вместо того чтобы вышивать крестиком я хочу вышить габериновым стежком конечно же я поменяю основу на более мелкую возможно заменю на 25 каунт или на 27 скорее всего что на 25 и буду вышивать в два сложения а может быть и в три я потренируюсь посмотрю как лучше будут ложиться мои стежки и вот видите тут основа идет аида по моему тут и 16 номер но как вы думаете если я заменю на гдереновый стежок у меня ничего не поменяется имею ввиду что там конечно же будет намного меньше но я хочу чтобы он более менее пиксельный был он и так не пиксельный я вообще была удивлена что это луковец красиво смотрится на обложку можете даже не обращать внимание сразу посмотрите на картину в магазине я просто почему-то ну хочу таким образом немного немного себя обмануть чтобы не вышивать это у голден кайты или ст потому что там у меня столько вы хочу шагу бы знали хотя бы одну вышить тут принципе схема должна быть более-менее простая поэтому если кто-то когда-то это делал напишите пожалуйста мне комментариях если я уменьшу кому то я не знаю что луковец выпускают свои наборы и кабелей не и в крестике и просто хочу уменьшить каут вот здесь что понятно я сказала давайте не будем затягивать это все следующее что я купила это был набор опять-таки подбор раритет от компании дименшенс называется бег времени этот набор составлен самостоятельно лианой и я попросила ее вложить сюда равномерку чтобы такие вот припуски как мне припуски оставленные места чтобы их не было видно найти поэтому на равномерке все-таки меньше видно дырочки эти и более нежно будет смотреться хотя и так и так можно половина аиде вышивать просто если есть возможность я уже заказываю так как подбором да нет правду говорю что не видела никогда эти лошадки в продаже потому что набор довольно таки старый по цене я правда не могу вспомнить потому что я и рамы заказывала оформлениями веду и набор но по моему в два раза меньше чем оригинальный набор бы стоил по нормальной обычной цене поэтому я решила самостоятельно не собирать я увидела у лианы красивые отшивы и меня они порадовали поэтому я полностью доверилась именно ее подпору видела также у маринки лиар от ланарте собранный лианой комплект набор тоже она хвалила что ей нравится именно вышивать как это все в общем я могу подтвердить что да тут все сделано профессионально поэтому хочу очень сильно этот сюжет когда-нибудь потому что вы знаете я уже вышла не один набор с лошадками это уже как бы коллекция вышитых лошадей у меня будет кстати мои лошадки вот сегодня завершится если будет время потому что я иногда сижу свободная работа нет я вышиваю иногда бывает так занято что приходится ночью вставать вышивать чтобы себя успокоить так и следующий набор который я купила у лианы это touch of gold или прикосновение золота или золотом как это можно перевести более грамотно такой же набор но тут не так побольше и равномерка другого оттенка вы видите что ниточки мулины есть на отдельных мотках если допустим вам не нравится нарезка этого можете под себя это сделать вот и прописанные номера соответственно dmc я так думаю да в старых старых пуцеловских наборах были свои конечно нитки но я уверена что ли она подобрала так как это тому соответствует потому что опять таки я купила этот набор после того когда увидела картину высотой ульяной да это был непростой то очень сложный процесс как и вся бутсила вышивать я ее буду после того как я вышью данные розы отданы или данные розы и также у меня еще калибрина читают по целым хочу так знаете каждый год вышивать одного в кого-то производителя ну естественно мира бельки будут у меня не одни и надеюсь что дима будет не один это сто процентов так как будет время позволять поэтому я теперь очень рада что у меня есть этот набор если бы даже я подбирала его самостоятельно я не знаю насколько бы удачно и как по цене это бы у меня было потому что вы знаете заказывать равномерку с одного сайта пойти это все распечатать в принципе я не считаю там такую супер цену это копейки по сравнению с тем сколько стоит даже сейчас не вышедшие из производства набор намного дешевле еще у меня подарочек который я постоянно за вам забываю показать так просто получается но я безумно рада и благодарна ребятам из канала вышивальщицей поклонник это конечно у меня не смотрите что пакете все не хочу доставать это все шелк это драгоценности и как я и обещала это было заявлено у ребят на канале что они хотели бы увидеть отшив поэтому в этом году несмотря ни на что я выделяю время для этого набора скорее всего что будет осенью когда будет время побольше выживать вот и как раз уже будет настроение такое предновогодняя надеюсь что я оформлю я его небольшой то вам сказать это санта клаус я оставлю или дед мороз оставлю вам ссылочку на ребят посмотрите мне к сожалению нет показать вам фотографию отшива поэтому идите к ребятам смотрите великолепный отшив также в инстаграм есть фотография у них я обязательно вам боксе в описании оставлю так следующее что у меня было куплено это наборы от ланарта вот такая вот прекрасная скрипка с цветами я ее как-то увидела сразу сразу сказала заворачивайте мне потому что это старенькие ланарты раритетные вы видите тут снова и вновь по моему должна быть она равномерно 14 каунту аиды вот такие вот сюжеты раньше были красивые наверное потому что скрипка потому что цветы это классика и я всегда хотела играть на каком-то инструменте если бы сейчас у меня была возможность я бы пошла играть на арфе мне кажется это такой женственный инструмент и необычный потому что на пианино то многие играют на это пиана и скрипка тоже меня всегда восхищала поэтому я хочу вышить этот набор когда-нибудь когда его будет очередь следующее чтобы у меня что у меня было куплено и уже мною начато это сараму от компании ланарты по моему еще и называют невеста но вы видели у меня предыдущих видео я уже началась тонированная основа именно наборы на тонированной основе от компании ланарты считаются редкими но не те которые сейчас выпускают а те которые уже выпущены были потому что их тяжело найти и тяжело подобрать именно соответствующую ткань хотя сейчас у нас вы знаете столько разнообразия ручного окрашивания основ и даже сами можно покрасить принципе тут нет такой вот эти когда у меня есть набор и нужно от какой-то точки вышивать чтобы совпали тени есть такие очень старые ланарты много-много-много вот за ними самая большая охота ну даже эту сараму нужно и на белом вышивать я кстати видела вышитую на белом но мне она больше нравится на вот такой тонированной основе хочу собрать тоже коллекцию сарамун но постепенно потому что есть еще с по моему гортензиями вот тут она очень похожая они вдвоем будут смотрят смотреться великолепно я видела в интерьере вам уже говорила почему я заразилась ланарты потому что когда я увидела как это все смотрится дома да меня это конечно поразило настолько интерьерные работы они будут украшать любой интерьер на самом деле потому что все таки что-то яркое такое даже вот но сиреневый цветок потому что я вот так оформила другие мои миробилии там красная основа или зеленая основа если у вас такой спокойный интерьер и она будет висеть одна будет прекрасно выглядеть но если у вас уже какие-то цветочные обои или у вас такой какой-то своеобразный интерьер ты повесить что-то здесь на зеленом или на красном или на синим ярком уже будет чему-то себя обязывать и не везде это будет смотреться хорошо с другими картинами по этой причине я все никак не решит показать вам свои работы которые мне кстати оформлены новые есть как они у меня смотрятся дома потому что меня мнение каждый каждый раз все-таки миробильки они будут тут оставлять может быть несколько штук все-таки оставлю остальное это будет им что у нас такой интерьер следующий набор вы могли у меня видеть в прежних покупках но он часть моей коллекции это полуденное чтение или что-то такое за этим набором я гонялась долго номер 34 222 наивый еще когда жили в америке я смотрела много флос-тюба американского английского ночью всех как англоговорящих и есть одна девушка лиза по-моему она вышла этот набор или на его купила она рассказывала как и было тяжело достать или схему ли набор потому что у ланарты есть схемы и есть наборы наборы в основном для меня цены которые идут на окрашенной основе но схемы гораздо дешевле и можно их купить именно этот набор я покупала хотела купить схеме потому что я знаю за 80 за 90 долларов легко он уходит на и бы уходил тогда сейчас я не знаю какие цены и схема тогда стоило 40 долларов и тоже не хотела их покупать за 40 долларов схему потому что все таки это дорого можно набор купить правда говорю сейчас уже не вспомню за сколько я его купила но он у меня есть и тоже планируется у меня вышиваться следующий набор это девочка на стуле с собакой на так переводится данный набор он относительно что такое не очень старый но именно эта упаковка еще тех времен тут основа белая ниточки геймси как всегда серия романтик номер вы можете видеть на стрих коде не обращайте внимание вообще на превью то что лунарты печатает они не умеют это делать эти мне кажется они страдают и потому что вы если бы увидели ее вживую вы бы меня поняли и такая кажется смазанная картина на самом деле есть тут акварельность и почему я люблю эту серию романтик за ее акварельность что не привзято так легко и опять таки очень интерьерно хочется собирать и собирать эти наборы у меня уже знаете это хобби собирательство но я коллекционирую топины и то магниты я уже постановилась на одном но не могу все хочется все что связано с вышивкой это моя любовь так следующие где-то мне был блокнотик я хочу закрыть адрес свой потому что покупала набор срок и очень относительно недорого мне повезло я купила вот такой вот раритет это перувианская женщина вы можете заметить что она напоминает чем-то мою африканку по стилю это потому что один и тот же сделано об одному и тому же художнику тут такая же смотрите основа такая же видите почему тяжело вышивать ланарты которые на тонированной основе она тут неоднородно кое-где есть переливы красного ранжевого ну совсем так малозаметный посмотрите на нитки посмотрите какие они яркие после как ими будут вышивать и даже просто просто услада для глаз это 27 каунты равномерки написано что хлопок нитки ждем 7 покупала я с рук очень переживала чтобы наборчиком не дошел к сожалению немного пахнет сигаретами его по-видимому держали в таком месте где курили но ничего можно все постирать проветрить я этим займусь уже после питью когда вышивать буду не знаю потому что это довольно таки большой набор я знаю что он будет нара по размеру как моя африканка я кстати купила еще маску медицинскую после моего видео я отслеживала на ибэй не карты наборы и там была эта маска она в принципе была по хорошей цене я очень пожалела что я и не купила потому что я раздумывала брать не не брать и как-то нам не менее нравилась чем африканка как только ее у меня убили из-под носа через час после выхода моего видео из магазина а потом и второй и третий набор купили я уже безумно желала и мне очень повезло что я купила и по очень очень выгодной цене это просто я считаю судьба потому что у продавца был этот набор за 50 чем-то гривен уже видите на гривнах долларах долларов и он снизил цену видать надо было срочно продать я поставила свою цену за которую я хотела в принципе и планировала покупать и после этого этот наборчик уже уже мой к сожалению не у меня сейчас на руках в америке прибудет ко мне когда-то ну в общем вот эту вот серию африканка и ровианка и венецианская маска можно смело вешать где-то рядом но они настолько большие в обычной квартире я думаю что будет проблематично где-то найти место хотя все возможно но я все-таки надеюсь что надеюсь и знаю что у нас будет дом и там я все это как-то буду гранично развешивать и последний набор который у меня был приобретен последнее время это девушка с лошадью но это вообще конечно прелесть приветственная так и убираю блокнотик потому что я много раз наблюдала на нашем канале youtube что девочки покупают этот набор вышивают рассказывают какой красивый опять-таки превью конечно тут портит все как-то желтым все кажется сейчас на камере но я не знаю как по другому показать какое время нужно снимать в общем видела у люди ты на два раза вышивала этот набор и восхищалась и радовалась я вместе с ней потому что я люблю ланарда я помню что раньше я вообще была помешана и вышла несколько наборов из романтической коллекции но как-то до этой девушки опять не доходило все опять тут лошадь вы видите что у меня что с лошадьми последнее время как-то так они сами ко мне в руки идут в общем когда я увидела этот набор вышед в магазине я его не узнала выставляете я его не узнала что это за такая красивая картина из романтической серии потому что последнее время вы знаете меня больше времени уходит на вышивание чем на поиски наборов раньше я дименшинс отслеживала потом я уже купила все что могла купить и хотела и поэтому на ebay сейчас даже но не захожу ты как-то на это тоже не проверяю потому что уже столько наборов ну в общем когда я узнала что это лошадь и вообще я ее по-другому увидела она вообще не смотрится на в личном пространстве так как она выглядит на экране когда ты видишь ты все вживую это ну совсем другое дело поэтому все все наборы мы конечно любим и храним но когда и видим это же я не могу не могу потом сдержаться все у меня тянет так и еще покажу вам быстренько быстренько так пролистали чтобы напомнить вам что у меня в коллекции есть потому что я показывал уже много раз на своем канале эти наборы это я считаю один из лучших наборов улан арты относительно такое он не старый уже проблематично купить по нормальной цене моя подруга маша купила мне его спасибо тебе огромное вот хотела вышивать месяцы стартов но набору он бывает на равномерке у меня он на аиде и мне хотелось заменить эту сила на мерку то как шла так равномерская дорогая я решила комплектовать свои другие наборы не достоин которых был еще материал редкий тяжело купить отсюда вам поэтому я все-таки стал этот набор на потом но и хорошо потому что он довольно таки большой не хотелось его надкусить и оставить потом не так уже места не хватает потому что все наборы когда они вот так вот сложены да это одно дело когда ты его начинаешь вышивать уже все в три раза увеличивается у тебя так и еще у меня один подарок морельки спасибо тебе огромное потому что это тоже жемчужина теперь моей коллекции я люблю такие краски цыганок женщина цыганка он тоже будет смотреться хорошо с африканкой и с теми остальными моими наборами очень нравится мне эта основа я посмотрела на схему совсем несложно этому быстро он вышлется тем более гораздо меньше этой серии которая идет культура и схема тут очень хорошая и последний набор который тоже уже показывала вот именно тут нужно начинать от точки которая указана на равномерки я набор скрывала уши несколько раз потому что вам показывал но в это видео не видели уже не будет доставать чтобы не растягивать видео так 22 минуты так 34 886 номер этого набора вы видите какая тут основа очень такая интересная и путь пришлется в пару моей восточной женщине которую я изначально любила больше чем эту но потом когда мама моя сказала что-то ее любимая тема и любимая картина она очень нравится ее подругам поэтому я решила вышить ей подругу чтобы они вместе висели и кстати там будет очень красиво смотреться вместе эти работы красном стена пустая поэтому место у нее уже есть а на сегодня все я обязательно оставлю ссылочки на канала которые я упоминала и инстаграм страничку ляны это все наборы купленные за мои деньги вот без никаких скидок за полную стоимость поэтому это моя личная вам рекомендация можете смотреть и решать нужно вам это или нет возможно кто-то найдет какой-то свой очень желаемый набор кто-то возможно вдохновиться моими наборами я буду только рада поверьте когда я вижу что девочки вышиваю что-то после моих видео это это самый большой комплимент то есть сколько комментариев бы я не видела вот своими видео какая красивая у меня работа когда я вижу что девочки вышивают после меня и об этом не говорят это все ну сами понимаете без слов ну все спасибо вам что посмотрели это видео я буду благодарна за ваши комментарии лайки подписки следующее видео надеюсь выйдет тоже скоро не забывайте что у меня они выходят и на английском и на русском языках поэтому если вы впервые на моем канале обязательно это учитывайте а на сегодня все всем всего хорошего пока пока